Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение «Расцвет пробуждения» С Хермесом Фалька-младшим. «Овцы мои знают мой голос и не идут за чужаком». Это слова Иисуса. Я Хермес Фалька-младший, и это «Расцвет пробуждения». Приветствую вас. Мы поговорим об очень важном для любого дитя Божьего моменте. И это слышание голоса Бога. Я верю, что Бог хочет научить вас слышать Его голос. Так, чтобы вы знали голос Отца и не были обмануты другими голосами, которые попытаются с вами заговорить. Иисус выражался очень ясно, говоря о Своем голосе. Он хотел, чтобы ученики научились отличать Его голос. Он хочет, чтобы и вы, как дитя Божье, научились отличать Его голос Духом Святым. Я верю, что каждое Божье дитя способно через Духа Святого научиться слышать голос Бога. Я верю, что голос Божий не настолько загадочен, чтобы его нельзя было услышать. Я верю, что вы, как Божье дитя, имеете доступ к слышанию голоса Отца. Это всегда связано с отношениями с Ним. Чем больше времени вы с кем-то проводите, тем привычнее для вас становится голос этого человека. Если вы уже посмотрели несколько выпусков нашей программы, вы узнали мой голос и имеете о нем представление. Кому-то из вас нравится мой голос, кому-то нет, но дело не в этом. Вы уже имеете представление, как звучит мой голос. Это факт. Если вы провели какое-то время присутствие на собраниях, либо смотря эти программы по телевизору или в интернете, вы знаете, как именно я говорю. Если кто-то придет сюда и что-то скажет, вы сможете определить, что это не мой голос. А почему? Потому что вы провели со мной достаточно времени, чтобы узнать, как звучит мой голос и мою манеру говорить. И вот что я вам скажу. С Богом все так же. Когда вы проводите время с Отцом, с Его Словом, поклоняясь в Его присутствии, вы узнаете и понимаете Его голос. Тогда вас никогда не обманут другие голоса. Сегодня в мире звучат три голоса. Сейчас я расскажу о них. Три голоса звучат в мире сегодня, и мы должны знать об этом. Первый — голос Духа. Голос Бога. Он говорит, он не молчит. Он говорит и в этой программе. В следующем выпуске мы поговорим о том, как именно говорит Бог. Он говорит через свое слово, через сны, видения, пророчества, слова знания, через внутреннее свидетельство. Он говорит множеством способов. Я расскажу об этом чуть позже. Но запомните, Бог говорит. Далее у нас идет второй голос. Это голос человека. Что это за голос? Это голос плоти, голос масс-медиа и светского общества, голос нашего плотского разума. У вашего плотского разума есть мысль. Библия говорит, что плотский человек не понимает духовных вещей, потому что о них нужно судить духом. У плотского человека есть голос, есть своя воля. Сегодня в мире звучит много людских голосов. Они выражают свое мнение, свои мысли и суждения. Этот плотский голос можно услышать и в масс-медиа, и в обычных разговорах. Далее, третий голос — это голос сатаны. Впервые змей заговорил в Эдемском саду и говорит до сих пор. Библия говорит, что этот змей хочет обольстить весь мир. Это означает, что змей говорит во все времена на Земле. Мы должны остерегаться его, потому что он обманщик. Он полон ненависти, злобы, полон злых намерений, и это отвратительно. Я ненавижу дьявола. И вот что важно. Он говорит до сих пор. Иногда он говорит через людей. Иногда говорит через негативные мысли вашего разума. Дьявол говорит разными путями. Мы должны понимать, что на Земле звучат только три голоса. Голос Бога, голос человека и голос дьявола. Бог может использовать ангелов, но даже они говорят что-то только по указанию Бога. Поэтому я отношу их голоса к голосу Бога. Конечно, есть и злые падшие ангелы и демоны, которые говорят по указанию сатаны. Поэтому мы должны помнить, что сегодня звучат три голоса. Как верующему, как чаду Божьему, рожденному свыше от Духа Святого, мне нужно научиться слышать голос Бога и знать, как Он говорит. Не хочу ограничивать Бога тем, что Он должен говорить тем или иным образом. Я знаю, что Он бесконечен. Он Бог. Он был, когда еще ничего не было. Он Бог. Он Отец Вечности. Я не хочу ограничивать Его, заявляя, вот рамки, Бог действует только так. Нет. Однако, изучая Библию, изучая Слово Божие, я узнал о нескольких распространенных способах того, как говорит Бог. Я расскажу об этом, когда мы продолжим говорить о голосе Бога. Хочу добавить, что сегодня в нашей программе вы увидите поразительные чудеса, которые Бог творил среди народов. Среди чудес этого года исцеления больных. Мы ездили в Перу и видели масштабное движение Духа Святого. Вы увидите несколько чудес в Перу, в Америке и других частях света. Однако сегодня, касаясь нашей темы, хочу сказать, что все это описано в моей книге, являя силу царства. В этой книге есть глава о голосе Бога. Вы можете приобрести ее на нашем веб-сайте. способ номер один, которым Бог говорит сегодня через свое записанное Слово. Запомните это. Через свое записанное Слово. Когда Иисус был в пустыне, и дьявол стал искушать его, Иисус всегда отвечал Словом Божиим. Он не делал особых движений, не произносил особых молитв. Он отвечал голосу дьявола Словом Божиим. Даже когда дьявол пытался использовать Слово против него, Иисус снова отвечал Словом. Именно там, в пустыне, Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих». И вот что я скажу. Библия записывалась в течение многих лет и веков разными авторами разного происхождения в самые разные времена. Но вся она вдохновлена Духом Святым. Авторов книг Библии вдохновлял Дух Святой. Он был главным автором Библии, поэтому все ее книги так друг другу подходят. Бог говорит через свое Слово, чтобы мы использовали Его как основание. Слыша Слово, вы каждый раз слышите голос самого Бога, читая Слово. Вы каждый раз слышите голос Бога, который говорит к вам через записанное Слово. Это один из основных способов того, как Бог говорит сегодня к людям, через свое Слово. наше поколение пытается пренебречь Словом Божиим. Послушайте, Библия — это живое Слово Бога. Библия не изменилась, и Слово Божие имеет силу менять жизни, преображать человечество, исцелять больных, изгонять бесов. Слово Бога имеет силу. Если сегодня у нас есть вера, это благодаря Слову. Если вы верите в Иисуса, это благодаря Слову. Если вы сегодня молитесь, это благодаря Слову. Когда мы открываем сердце для Слова Божьего, мы открываемся для слышания голоса Бога. Но это лишь один из способов. Не пренебрегайте Словом. Каждый раз, идя в церковь, где проповедуется Слово через помазание Духа, вы можете услышать голос Бога, голос своего Отца. Сейчас, во время короткого перерыва, вы увидите небольшой сюжет о чудесах, поэтому оставайтесь с нами. Сразу после этого сюжета мы вернемся к разговору о голосе Бога. Помолимся за вас и продолжим эту тему в следующем выпуске. Ну а сейчас видеосюжет, а затем я вернусь к вам. Привет, я Хермес Фалько. Я нахожусь в доме молитвы Эджуотер. На этой неделе я служил здесь со своей матерью, Мария Фалько. У нас есть прекрасное свидетельство о Джоанн Лори, этой прекрасной женщине. Бог только что сделал для нее кое-что потрясающее. Расскажите нам немного о том, что с вами произошло. Да, аминь. Мне 82 года, и я мучилась от боли в спине 25 лет. 40 лет я работала медсестрой. Потом я попала в катастрофу, в результате которой получила множество травм спины. Сегодня утром Бог коснулся меня и исцелил мою спину. Он исцелил мои уши. Раньше я плохо слышала правым ухом. А теперь оно открылось. Слава Богу! Он вернул мне радость. Вас наполняет радость? Много радости. Когда сестра Мария коснулась моего живота, я так засмеялась. Это чудесно! Слава Господу! Смех поднимался изнутри меня. Слава Господу! Я радовалась весь день. Слава Богу! 25 лет в вашей спине был сломан диск. Было больно, да? Насколько сильной вообще была боль? По 10-ти бальной шкале на 9-10 баллов. Что вы ощутили в спине сегодня утром, когда мы помолились за вас? Я ощутила теплоту теплоту и комфорт. Это потрясающе! И ухо тоже открылось. Мы воздаем всю славу Богу. Он двигается в Америке. Люди видят славу Божию. Так что славьте Иисуса за все, что Он здесь делает. Мы любим вас, благословений всем вам. Это отлично! Я так счастлива! Боль в спине покинула меня в одно мгновение. Боль ушла, да? Сколько лет вы ее терпели? 15 лет. 15 лет с болью! Она даже не могла сама встать. А теперь как? Хорошо, да? Что вы не могли делать из-за боли? Наверное, сидеть или нагибаться, да? Нагнуться я не могла. А вот теперь нагнитесь. Поднимитесь. Нагнитесь. А можете снять этот пояс? Давайте. Она носила вот такой пояс. Смотрите. Вы можете его снять? Он соединен с бельем, да? То есть сейчас его никак не снять. Но тем не менее, она пришла сюда вот с таким поясом. Поглядите. Это поддерживающий корсет для спины. Боли в спине больше нет. 15 лет. А теперь побегайте, пожалуйста. 15 лет. 15 лет! Вы счастливы? Слава Богу! Поднимите свои руки. Во имя Иисуса, Господь, коснись ее прямо сейчас. Во имя Иисуса, Твоей силой, благостью, дай силу ее телу прямо сейчас, ее ногам прямо сейчас. Ходите. Давайте, пройдитесь. Пожалуйста, я прошу вас. Идите. Не бойтесь. Ну, пожалуйста. Идите. Ходите. Ходите во имя Иисуса. Как вы себя чувствуете? Уже лучше? Можете идти? Вы можете идти? Так и идите. Идите вот сюда. Поднимайтесь. Потихоньку. Идите. Давайте сами теперь. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Как долго вы ходили с палочкой? Сколько времени? Два года? Вы совсем не могли ходить без нее? Нет, я ходила только с палочкой. Как вы ходили раньше? Скрючившись. Она ходила, скрючившись. Вот так, смотрите, скрючившись. А теперь пройдитесь. Идите, идите. Как теперь вы себя чувствуете? Наверное, вся боль ушла? Очень хорошо. Очень хорошо. Боли больше нет? Нет, боли нет. Идите сюда. Идите. Давайте поднимемся. Следуйте за мной. Поднимайтесь. Вот сюда. Хорошо. Вы только посмотрите. Она пришла сюда вот с этой палочкой. Она без нее не могла перемещаться. Вы ведь не могли ходить без нее, да? Нет. А что было бы, если бы вы пошли без нее, без этой палочки? Без нее я совсем не могла ходить. Она совсем не могла без нее ходить. Целых два года. Два года. Что вы ощутили во время молитвы? Сначала ощущала боль, а потом все стало хорошо. Она ощущала боль, но теперь все стало хорошо. Пройдитесь. А теперь я хочу, чтобы вы воздали славу Иисусу. Прославьте нашего Господа Иисуса. Вы счастливы? Очень хорошо. Ну давайте же. Воздавайте славу Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто вас исцелил? Господь. Аминь. Целых два года. Помолитесь вместе со мной. Вы готовы? Да? Готовы? Уверен, что да. Вы подготовились к этому. Молитесь от всего сердца. Скажите, Господь Иисус, сегодня я отдаю Тебе мое сердце. Спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. И сегодня я отдаю Тебе свое сердце. Я отдаю Тебе всего себя. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе. прости мне мои грехи. Омой меня и очисти. Сегодня я признаю, что Иисус Христос мой Господь. Он мой Спаситель. Он живет во мне с этого дня. Сегодня я принимаю безвозмездный дар вечной жизни. Я принимаю прощение. Я спасен, я прощен, я рожден свыше сегодня. Иисус, прошу, живи во мне. Скажите это громко. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты спас меня. За то, что воскресил меня к жизни. Иисус, Субтитры создавал DimaTorzok Как Бог двигается среди народов. Мне нравится, как действует Дух Святой. Люди откликаются на голос Бога через проповедь Слова и могут пережить небеса на земле. Могут пережить чудо. Возможно, и вы смотрите и верите, что у Бога есть для вас чудо. Хочу помолиться с вами и за вас, чтобы Господь коснулся вас. Я верю, что когда мы слышим голос Бога через проповедь Слова, мы слышим голос Бога через человеческий сосуд. Истинные проповедники Слова помазаны Духом Святым нести Слово Божие на земле и доносить голос Бога до людей. Каждый раз, когда вы слышите Слово Божие или читаете Слово Божие, вы слышите голос Бога. В Библии есть записанное Слово Бога. Помните, прежде чем Библия была написана, она была открыта и озвучена людям. Записана она была намного позже. Читая это слово, вы читаете записанное Слово Бога и его мысли. Вот какая в нем сила. Не недооценивайте силу Слова Божьего. Это Слово Живого Бога. Как я говорил ранее, есть Слово Логос и Слово Рэма. Логос — это вся Библия, а Слово Рэма — это особенное Слово для особенной ситуации. Помните. Читая Слово, вы слышите голос Бога и также питаетесь им. Иисус сказал, «Овцы Мои знают Мой голос». Основной способ услышать голос Бога — через Слово. Порой христиане говорят, «Я не слышу голос Бога. Я не понимаю голос Бога». Мой к вам вопрос. А Библию вы читаете? Если вы не читаете Библию, вы теряете основу Божьего голоса. Бог открыл Свой голос через Иисуса Христа. Бог открыл Свою волю через Иисуса Христа. Смотря на жизнь Иисуса, вы видите жизнь самого Бога во плоти. Он — Слово, которое стало плотью и жило среди нас. Если вы хотите слышать голос Бога, вы можете услышать Его большей частью через Слово. Не будьте христианином, который говорит, «Я не слышу голос Бога». И при этом совершенно не читаю Библию, так говорят многие христиане. А Бог говорит вам, «Ваша Библия закрыта. Откройте ее. Я буду говорить к вам. Откройте ее. Я дам вам откровение. Откройте. Я наделю вас знаниями и пониманием нынешней ситуации». Для чего бы вы не пытались услышать голос Бога, для себя самого, для карьеры, брака, семьи или любой другой цели или мечты, я советую вам молиться. Если вы откроете Библию, то не увидите там предречений. Джон будет учиться в медуниверситете, Боб будет адвокатом, а Илья будет пастыром в России. Ну, к примеру. Вы не увидите этого в Библии. Такого в ней нет. Но что же делает Библия? Она дает вам базовую мудрость и развлечение, чтобы вы сегодня могли научиться слышать голос Бога. Слыша его, вы поймете, что его слова соответствуют тому, что говорит Библия. Библия — наше основание. Сейчас я хочу помолиться с вами. Если вы жаждете слышать голос Бога, если жаждете встречи с Ним, я помолюсь за вас, чтобы Господь высвободил свой дух, вашу жизнь, ваш разум и ваш дом. Отец, я молюсь во имя Иисуса за каждого, кто нас смотрит. Молюсь, чтобы ты наделил их через Духа Святого голодом по своему слову. Я молюсь о сверхъестественном, невиданном прежде голоде по твоему слову. Пусть люди будут настолько голодными, что будут открывать свои Библии и получать откровения. Коснись всех, кто жаждет слышать твой голос. Я молюсь, чтобы они открывали свои Библии и получали наделение Духом Святым и откровения, чтобы они читали не глазами плоти, но глазами Духа. Пусть, читая, они меняются, преображаются в твой образ. Отец, благодарю тебя во имя Иисуса за твой Дух Святой. Благодарю, что ты касаешься больных и угнетенных. Молюсь за высвобождение силы твоего слова в жизни людей, в их разуме, в их семье. Во имя Иисуса благодарю тебя за помазание и за славу. Господь, воздаем тебе славу во имя Иисуса. Друзья мои, это жизненно важно. Если вы хотите слышать голос Бога, прежде всего обратитесь к своей Библии, начинайте учиться и понимать. Кто-то из вас познает Иисуса через Слово. Хочу также напомнить тем из вас, кто любит наше служение. Мы хотим, чтобы вы стали нашими партнерами в том, что мы делаем среди народов. Люди спасаются, освобождаются, исцеляются. Бедные получают еду, детей благословляют. Люди изучают Слово в нашей онлайн-школе. Вы тоже можете записаться в нашу онлайн-школу. Вы можете стать нашим партнером в молитве или финансовом даянии. Все, что мы делаем, требует финансов. На эту программу тоже нужны деньги. Все, что мы делаем, требует финансов. Мы вдохновляем вас стать частью нашего служения. Заходите на веб-сайт, адрес которого будет на экране. Становитесь нашим партнером. Вы можете поучаствовать финансово из любой точки мира. Станьте благословением. Мы же хотим быть благословением для вас. Мы любим и ценим каждого из вас. До встречи в следующем выпуске. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидься Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение. 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 Распространение.